Здравствуйте, друзья мои, здравствуйте! С вами Сюф Краснодарский. Сегодня я приготовлю пиццу хачапури по-аджарски и шашлык. И все это приготовлю в застольной печи. Все, так сказать, вместе в одной печке для одной дружной классной компании. Не переключайтесь, с вами Сюф. Многие из вас спросят, что за застольная печь? Многие из вас знают русскую печь. Это прототип русской печи. Здесь тоже используется дрова. Эта печь работает на дровах. Видите, какая она? Коническая или круглая? Вот этот купол нагревают дрова, которые топятся внутри. А затем уже инфракрасное излучение от купола падает на еду. Это может быть тестовое изделие, это может быть мясо, рыба, птица, все, что хотите. И, соответственно, в этой печи все готовится на 30% быстрее, чем готовится даже в русской печи. Но вы сегодня это все увидите, друзья мои. Собственно, из чего состоит печь для тех, кто всерьез ей заинтересуется. А я вам очень рекомендую на ней попробовать, поготовить и попробовать потом покушать то, что вы на ней приготовите. Смотрите, у нас есть термометр. На этом термометре сейчас 350 градусов. Пиццу я буду готовить на температуре 350 градусов. Но, но, как я буду регулировать температуру, кто мне скажет? А температуру буду я регулировать при помощи заслона. Вот этой заслонки и вот этой заслонки. Этими заслонками я буду регулировать, друзья мои, не только температуру. Этими заслонками я буду регулировать еще и влажность. Потому что продукт имеет влажность, и я смогу поймать влажность и тем самым избежать потерь, которые многие в ресторанах боятся потерять. Всем известно, что мясо, когда жарится, теряет от 35 до 50%. В этой печи все гораздо проще и потери минимальные. Но вы это все сами увидите. Итак, термометр, две заслонки, ну и, соответственно, много-много интересного инвентаря, который использовали наши бабушки и дедушки. Это чугунки, это ухваты, это кочерги, так сказать, и все остальное. Печка очень красивая, очень удобная и очень стильная. По щучьему велению, по моему хотенью, я приделал к печке, друзья мои, колеса. Да нет, это просто конфигурация печки, ее можно возить с собой на прицепе. У Эмели была печка на лыжах, а у нас печка на колесах. Она у нас, друзья мои, передвижная, передвижная печка, которой мы будем готовить. Тут уже все готово. А, хорошо. Сейчас сюда мы будем ставить нашу пиццу. А для того, чтобы пиццу ставить, ее вначале нужно приготовить. Итак, по щучьему велению, по моему хотенью, встань вот здесь, стол, с ингредиентами для пиццы, для хачапури и для шашлыка. Друзья мои, вот вам и печка. Печка-то застольная, стол появляется, как вы только делаете, вот так. Моцарелла. Обычный сыр, который вы можете купить, главное, чтобы он плавился при температуре. Колбаса, в данном случае ветчина, можно положить все, что вам нравится и то, что вы любите. Болгарский перец, желтый и красный. Помидорки, черри мелко порезаны. Салат, который вы любите класть в пиццу. Грибы, друзья мои, которые вы любите и которые вы покупаете в магазине. Кулинарная кисть. Два соуса, красный и белый, абсолютно любые, какие вы любите и с которыми вы готовите пиццу. Ну и, конечно же, простое тесто, купленное в магазине. Дрожжевое, бездрожжевое, какое хотите. Печка, вы заметили, начала снова дышать и в ней загорелся огонь. Это огонь семейного очага. Я вам хотел сказать еще следующее, что всегда, когда вы разогрели печь и она достигла 350, 400 или 200 градусов, в ней всегда должен гореть огонь. Во-первых, это очень комфортно. Во-вторых, это очень правильно, потому что дополнительный огонь создает дополнительную положительную энергию в нашей печи. И продукция, которую вы жарите и готовите, всегда вкусна, добра и очень-очень аппетитна. Кроме ингредиентов для пиццы, я еще вам покажу мясо для шашлыка. Вы, наверное, много видели моих роликов, где я готовлю шашлык. Этот шашлык я не мариновал, я его купил в магазине. И покажу, как очень просто на этой печи приготовить шашлык одним движением руки. Вот так. Это какая-то мягкая часть, возможно, шея, возможно, задняя часть, замаринованная с луком. Ну, я думаю, что здесь соль, я думаю, что здесь перец. Ну что, вот мы и дошли до того, что начинаем формовку и раскатку. Прежде чем это сделать, я открою печь. В печи у нас я подбросил пару полешек. Для чего, спросите вы? Друзья мои, всегда любой пекарь, любой повар, любой кулинар работает с энергией. Энергия из печи сейчас будет поступать в тесто. Я буду раскатывать тесто, и оно будет вкуснее. Пицца, приготовленная при открытой двери, гораздо вкуснее получается. Я беру свой любимый нож, разрезаю пакетик. Многие используют муку, я использую масло. Итак, мы берем маленький противень, можно разделочную доску, смазываем маслицем. Можно смазать еще и руки, предварительно их помыв. Итак, мы достаем наше тестушко, купленное в обычном супермаркете. Выкладываем его на разделочную доску. Пакетик утилизируем. И делаем из нашего тестушка, что бы вы думали, делаем из нашего тестушка колбаску. Наша задача сейчас разделить это тестушка, оно весит 750 грамм на три части. Потому что мы будем делать три пиццы. Итак, раз, два и три. Итак, у нас получается один колобок, второй колобок, причем без швов колобок у нас должен быть, и третий колобок. А знаете, чем колобок отличается от колобушки? Знаете? Я вам расскажу. Колобок, когда катится, подпрыгивает. А колобушка просто катится и не подпрыгивает. Но это для тех, кто хочет досконально знать природу тестоведения. Итак, вот такое должно у вас получиться после того, как вы разделали тесто. Пусть оно немножечко полежит. Далее мы берем стрейч-пленочку. Накрываем наши колобки. Вот так. Мои хорошенькие колобки. У меня получилось два колобка и одна колобушка. Дело в том, что на печке, вот там вот сверху, на куполе, сейчас я вам покажу, есть специальное место, где тесто у нас растаивается. Убираем тесто, минуточек на 20 или на 30 расстояться, чтобы у теста температура была примерно такая же, как у температуры пекаря. Подождите, у меня какая температура? 36,6. Ну, я думаю, что 36,6 может быть не надо, но градусов 25-30 у теста должно быть. Когда вы его приносите с холодильника, оно, естественно, имеет градус немножко ниже. Итак, убираем тесто на верх печи. Пока наши колобочки растаиваются, я приготовлю соус, которым я буду смазывать наш пласт. Кто-то называет пласт, кто-то называет корж. Ну, в общем, то, что я раскатаю. Напомню, что берется красный и белый соус, тот, который вам наиболее симпатичен, смешивается. И получается такой, из красного и белого, получается такой а-ля розовый. Не знаю, мне он напоминает по запаху вообще соус барбекю. Я вам покажу, смотрите, тесто-то увеличилось практически в два раза. Это есть критерий правильной расстойки. Затем, если болнее, то-то, то-то, то-то... Затем, как 아иды, то-то, то-то... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы открываем печь Берем специальную пиццерийную лопату И отправляем наше изделие выпекаться Заметьте, в печи огонь Я говорил вам о том, что огонь приносит положительную энергию Итак, давай-ка наша пиццушка Давай-ка наша пиццушка, пекись Прошло буквально полторы минуты Наша пицца готова Смотрите, какая она классная Смотрите, какая она вкусная Перейду с итальянского А если вещи на Кавказке, да? Я сейчас буду готовить хачапури по-аджорски Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Сейчас будет... Коньячок... Прекрасно... Прошло всего... 35 минут... Получилось и пицца... И хачапури по-аджарски... И вот тут уже доходит... Шашлычок, друзья мои... Продолжение следует... Продолжение следует... Будьте всегда в теме... С вами был Всев Краснодарский... Приятного аппетита... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok